Ребятусики, ребятусики! Всем привет, мои дорогие! Я всех приветствую на своем канале! Ребятки, это, конечно, была жесть! Расскажу вам быстренько историю. Пришел мастер делать дверной замок на подъезде. Я выступил инициатором всего деяния. В общем, что произошло? Ну, я не хочу ничего плохого сказать, но такое встречается, наверное, часто у мастеров. Не знаю, какого он уровня мастер. То есть, цель была какая? Поставить доводчик, сделать, засверлить уже в существующие, как бы, до этого сделанные, предварительно высверленные дырки. И поставить новый кнопочный замок. Чтобы не заходили посторонние люди. Значит, в первый день он ступил два сверла. То есть, он не мог... Мы мучились со светом. В общем, пока я по этому на четвертый этаж удлинителю сделали свет. Сделали свет, значит, ступил первое сверло, ступил второе сверло. Потом порезал себе палец болгаркой. Слава Богу, вообще его не отпилил. Пришел я быстренько перекисью ему. В общем, выступал как доктор хаус. Значит, забинтовали ему. У меня не было как он называется... Лейкопластырь. В общем, забинтовали скотчем ему палец. Вот. Потом, значит, проходит минут 20. Ой, я не могу. Это реально какой-то анекдот. В общем, он себе порезал, отрезал шнур болгарки. Ой, я вспоминаю, у меня просто истерика. Ну как можно отрезать... Это просто трэш какой-то. В общем, он отрезает себе своей же болгаркой шнур, на который крепится эта болгарка. Это какой-то, я не знаю, это апокалипсис. В общем, потом начинает он берет напильник, начинает херячить этот железку, которая... Ой, у меня истерика. Железку, которая не подходит по проему для этой собачки закрытия дверей, отломает напильник. У меня вообще... Я, знаете, я стою и думаю, о май гот, что происходит вообще? Хуизыт! Я говорю, что ты вообще делаешь? В общем, друзьяки, значит, поломал он напильник, делал он, вдумайтесь, замок. Вот на замок ушло, он пришел в 5 часов, ушел в 9. В 9. на следующий день он приходит, мне ж нужно отчитаться перед жильцами, я ж выступил инициатором. Вот, второй день, значит, какая ситуация? Он сверлит, сверлит, и получается, что просверлил дверь насквозь, болты торчат, говорит, говорит, я не могу, говорит, этот, спилить, потому что болгарка, соответственно, у него порезанная. Перед этим он еще упал, он попросил в стул, он выше меня чуть по росту, вот, поставил я ему, нашли мы на мусорке поддон, он съехал с этого поддона, практически упал, постоянно в каком-то все разбросано, то забыл одну вещь, то забыл другую, то отверток, короче, звонит, говорит, у меня нет отверток, у меня нет шурупов, у меня нет болта, я не знаю, как, друзья, у меня просто истерика, в общем, второй день он делал где-то часа три, слава богу, сделали, я перекрестился, ой, в общем, я не знаю, поделитесь своими историями, если у вас такие есть, но, в общем, везет мне на таких людей, надеюсь, вам понравилось видео, вот, ну, не буду его, как бы там, знаете, как сильно, ну, в общем, вот такая ситуация, надеюсь, поднял вам настроение.